Внеочередную сессию городского совета Юрий Дуйников начал зачтение письма депутатов Госдумы России и москвичей. Поздравляем вас с принятием Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Подписание договора между Россией и Крымом и Севастополем, обхождение Крыма и Севастополя в состав России, жизненно важное решение, имеющее историческое значение для всех нас. Возвращение города нашей славы, Севастополя и полуострова Крым в Россию, обеспечит мир и спокойствие в Крыму, будет способствовать социально-экономическому развитию новых субъектов Российской Федерации. Далее Юрий Дуйников объявил о том, что в городском совете создана межфракционная депутатская группа «Севастопольский народный фронт». Целями группы являются консолидация усилий различных политических партий и течений, поддержка начинания народного мэра Алексея Михайловича Чалова, обеспечение защиты интересов всех категорий жителей города-героя Севастополя, и подготовка проектов нормативных документов, обеспечивающих жизнедеятельность города-героя Севастополя и защиту интересов его жителей в период перехода от украинского к российскому законодательству и последующий период. Первый вопрос повестки дня, предложенный депутатам на рассмотрение и утверждение создания банка города Севастополь. Уставной банк по согласованию с Центробанком России предлагается утвердить в размере 10 миллионов рублей Российской Федерации, а также поручить Севастопольской городской государственной администрации осуществить действия по регистрации банка города Севастополя в качестве юридического лица, осуществлять обеспечение деятельности банка города и поручить фонду коммунального имущества Севастопольского городского совета принять меры по организации обеспечения банка города Севастополя необходимым помещением для его размещения. Сразу скажу, что есть несколько вариантов решается окончательное размещение. Второй вопрос вне очередной сессии – создание пенсионного фонда Севастополя. В городе 17 марта не осуществляются социальные выплаты. По информации пенсионного фонда Российская Федерация готова организовать выплаты, однако необходимо проводить это в соответствии с законодательством через Севастопольский городской пенсионный фонд, не касаясь подразделений и структур Украинского пенсионного фонда. Севастопольский городской совет решил, первое – создать пенсионный фонд города Севастополя, утвердить временное положение о пенсионном фонде города Севастополя, третье – назначить Каратаеву Марину Геннадьевну на должность начальника пенсионного фонда города Севастополя. Кандидатура Марины Геннадьевны согласована с представителями российского пенсионного фонда, Сейчас она работает с заместителем Юрия Анатольевича Кулькова. В положении предусмотрены все те полномочия, которые есть у Пенсионного фонда Украины в городе Севастополе. То есть ни одна из функций не выпадает. Здесь работа как с подельщиками, так с застрахованными лицами, так, конечно же, и с пенсионерами по назначению по выплате пенсии, введении персонифицированного учета и так далее. Обращаю ваше внимание, что создание Пенсионного фонда в городе Севастополе – это временная будет структура на переходной период. После того, когда будет уже определён Севастополь юридически как субъект Российской Федерации, будет создано отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Севастополе, будет создано соответствующее управление Пенсионного фонда и будет переутверждено уже в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации соответствующее положение, структура и так далее. По информации Юрия Кулькова, с апреля месяца выплата пенсии, скорее всего, будет производиться уже в рублях. Мы в ближайшее время, я думаю, что этот период определит Российской Федерации, мы будем назначать и выплачивать пенсии по законам Украины на переходной период. В настоящее время в пенсионный фонд специально для того, чтобы пересчитать пенсию по законам Российской Федерации, обращаться не нужно. Никаких дополнительных документов нет необходимости подавать и обращаться в пенсионный фонд. Пенсионный фонд сегодня работает в обычном режиме. Новое назначение 56,5 лет – перерасчеты пенсии работающим, пенсионерам проведение консультаций. За создание пенсионного фонда Севастополя парламентарии проголосовали единогласно за 59 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.